В качестве первого видео на своем канале я хотел сделать небольшой выпуск в черной тетради, но в процессе написания сценария наткнулся на совершенно другую историю и понял, что обязан рассказать ее тебе. Даже ценой того, что это видео может стать последним. Спустя 4 месяца работы у меня получился фильм, который ты сейчас включил. При желании можешь слушать его как аудиокнигу. Он о мотоциклах, да, но в первую очередь он о людях во время войны, которые, как и мы, оказались в атмосфере царящего вокруг хаоса и неопределенности. Тут не будет никаких «а сейчас ты узнаешь». Скажу так, эта история столетней давности помогла мне принять новую реальность и найти себя в ней. Надеюсь, поможет и тебе. Если ты интересуешься двухколесными пепелацами, то, услышав имена главных персонажей, возможно, скажешь «А, я знаю, о чем пойдет речь». Но ты ошибаешься. Все началось с того, что в 1883 в холле лондонского отеля познакомились двое молодых парней – Зигфрид и Мориц. Их объединяло то, что они оба любили кислую капусту с сосисками, оба переехали в Англию из Германии и у них обоих не было работы. Работу они нашли. Морица наняла местная фирма, занимающаяся китайским фарфором в качестве иностранного путешественника. Это означало то, что нужно ездить по разным Европам и искать, кому бы впарить чайный сервиз. Зигфрид же на аналогичной должности катался по Европе и продавал английские швейные машинки. В тот момент парни даже предположить не могли, что в будущем они станут основателями одного из ведущих мировых мотозаводов. Но этого могло бы и не произойти, если бы не одна случайность. У Зигфрида был знакомый дедуля по имени Уильям Эндрюс. Он занимался производством швейных машинок и имел свой магазинчик в Бирмингеме. Однажды к нему пришел клиент, купил швейную машинку и спросил, может ли выставить в магазине Эндрюса свой велосипед за небольшой процент. Ты сейчас, наверное, подумала о чем-то таком по цене тарелки макарон. Но нет. Во-первых, велосипеды в то время выглядели вот так и назывались пеннифартингами или хайвиллерами. Зачем такое большое переднее колесо, да? Нельзя было сразу додуматься сделать одинаковые колеса и привод цепи через звездочки разного диаметра? Нет, нельзя. Дело в том, что легких и надежных приводных цепей тогда еще просто не существовало. Поэтому, чтобы быстро ехать, нужно было огромное переднее колесо. Во-вторых, они были слегка дороговаты. Это сейчас ты можешь купить новый Ашенбайк за полторы сотни баксов. Тогда же стоимость велосипедов стартовала примерно с 1000 долларов на современные деньги. И как удобный транспорт на каждый день их никто не воспринимал. Тебя закидывало грязью и на них было очень просто размажить себе череп, перевернувшись с переднего колеса. Поэтому, например, на спусках с них слезали и шли пешком. Короче, это была дорогая и бесполезная игрушка, которая нравилась далеко не всем. И Уильям Эндрюс относился к этому именно так. Но процент с продажи это процент с продажи. Поэтому он ответил что-то типа, ну хочешь ставь, коли этот кусок говна продастся, я сам буду такие делать. Кусок говна продался и Эндрюс сдержал свое слово. Таким образом, у Зигфрида появился знакомый производитель велосипедов, который еще не успел обрастись сетью торговых представителей. Самого же Зигфрида к тому моменту сильно задолбала работа иностранным путешественникам. Морец, вдобавок, в Шараюблс, где-то по Европе. Короче, душу открыть было некому. Поэтому Зигфрид открыл свою компанию. Бэтмен и ко. Нет, Брюс Уэйн тут ни при чем. Просто у Зигфрида была такая фамилия. Бэтмен. И он надеялся, что когда Морец вернется в Лондон, то станет той самой ко. Фамилия Мореца, кстати, была Шульта. Ну а пока Зигфрид договорился с Эндрюсом и начал продавать его велосипеды в Англии и Германии. А в Германии он, в свою очередь, нашел небольшого производителя швейных машинок, который не имел представительства в Англии. На радостях он такой. Поэтому уволился с работы и огреб массу предпринимательских проблем. Почему-то так произошло, что народ не выстроился в очередь за швейными машинками, которых было хоть жопой живы, и за панифартингами, которые были мажорским предметом роскоши. Необходимо было уникальное предложение. Типа, цена ниже, товар пиже. Но ничего такого сделать не получилось. Поэтому... Мы закрываем бизнес, мы пропили все баб. Ему пришлось снова устроиться на работу иностранным путешественником. Но тут Морец закончил шарабицы по Европам, вернулся в Лондон, нашел Зигфрида и такой... У меня есть гениальная идея. Мы будем продавать велосипеды. Выдержка Зигфрида спасла задницу Мореца от лишения анальной девственности канделябрам. Поэтому он смог описать свою идею поподробнее. Дело в том, что в те годы появился так называемый безопасный велосипед. У него было два одинаковых по размеру колеса и привод инновационной, надежной цепью. Такой велосипед не переворачивался на спусках и ямах. На нем можно было безопасно тормозить. Чтобы остановиться, не надо было с него спрыгивать. И еще он намного меньше забрызгивал езда ко грязью. Для нас это просто велосипед. Но тогда это была охренеть какая инновация. Зигфрид не так сильно тяготил к технике, как Морец. Но он понял, что это то самое перепутье. И сделанный сейчас выбор определит твою судьбу на десятилетия вперед. Ведь это было самое важное изменение в истории развития велосипеда. Оно превращало его из дорогой бесполезной игрушки в удобное транспортное средство. Причем его нужно было не просто продавать, а производить. Потому что еще несколько лет и эта золотая ниша уже будет занята. Но была проблемка. Производство это финансы, оборудование, знания и недвижимость. Из всего из этого у Зигфрида и Мореца имелась только недвижимость. Да и то в виде провок домиком. Поэтому Зигфрид поехал зарабатывать начальный капитал, работая все тем же иностранным путешественником. А Морец... Ох, это невозможно сложное для меня имя. Короче, Шульта разместил у Эндрюса заказ на безопасный велосипед собственного дизайна. Вот этот. Да. И отправился к нему же под мастерием. Чтобы, во-первых, получить механический опыт. А во-вторых, понять, как вообще должно работать производство. Потому что Зигфрид и Морец не то что инженерами не были, они даже с металлом никогда не работали. Поднакопив денег и опыта, в 1889 парни смогли открыть собственное крохотное производство недалеко от Бирмингема, в Ковентре. Это был небольшой городок на 50 тысяч жителей с дешевой недвижимостью. Момент был очень удачный. Потому что в начале 1890-х развитие безопасного велосипеда и спрос на него росли с фантастической скоростью. В 1895-м их привычка следить за инновациями снова себя оправдала. Потому что в их родной Германии, Гейко Круто, Хильдебранд и Вольф Мюллер, создали первый в мире серийный мотоцикл. Вот этот. То, что он ездил, является прямым доказательством, что физика нашей вселенной это курсовая работа, которую наспех лепил пьяный в сопли студент. Потому что коленвалом мотоцикла было само заднее колесо. Вот эти резиновые жгуты обеспечивали обратное движение поршней. Грубо говоря, помогали мотору сжимать смесь. Вместо свечи зажигания была просто металлическая трубка, которая нагревалась горелкой. А карбюратор у него отсутствовал. Да, был просто вот такой бак. Воздух заходил в него, сам смешивался с парами бензина в пропорции вообще не грибу и шел в цилиндры. Короче, Морец купил один такой, привез в Лондон, показал Зигфриду и сказал, что это будущее. Но тиражировать сию брешь в ткани мироздания им не позволило само британское правительство. Дело в том, что в Англии тогда еще действовал закон о красном плаге. Я рассказывал о нем в выпусках в черной тетради, поэтому сейчас вкратце. Если ты владеешь чем-то, что может делать дыр-дыр-дыр и шароебиться по городским дорогам, то, во-первых, шароебиться имеешь право со скоростью не более 3 км в час. А во-вторых, перед тобой должен идти человек с красным флагом и предупреждать всех встречных, что ты опасный для общества субъект, который мечтает намотать кого-нибудь на колеса. Из-за этого закона Британия отстала по моторизации от остальной Европы и Америки на несколько десятилетий. Так что идиоты в правительстве были всегда. Все нормально. А пока Морец страдал и ругался, Зигфрид придумал, как обойти это ограничение. Открыть производство в Германии и продавать мотоциклы там. Но начать в любом случае было необходимо с велосипедов. Потому что мотоцикл тех годов был, по сути, велосипедом с моторчиком. И все компоненты делались на одном и том же оборудовании. Так в 1896 в Нюрнберге у них появилась дочерняя компания. Отмечу, что к этому моменту и Зигфрид, и Морец уже получили британское гражданство. А Зигфрид еще и женился на англичанке Эйни Мерик. Так что немцами они теперь были разве что по происхождению. В том же 1896 происходит важнейший поворотный момент. Британия отменяет закон о красном флаге и разрешает разным механическим тарантасам ездить по дорогам с немыслимой скоростью в 23 км в час. После этого Зигфрид и Морец покупают старое производство Уильяма Эндрюса, делают усиленную велосипедную раму, вкидывают туда мотор к производству Минервы и в 1902-м презентуют свой первый мотоцикл. Вот этот. Этим они поймали вторую волну прогресса. Потому что в последующие годы скорость распространения мотоциклов была просто взрывной. Всего через три года они смогли наладить производство двигателей и выпустили мотоцикл с собственным мотором, что было очень круто. А еще через два года, в 1907-м, произошло важнейшее событие в мировом мотопроме. Состоялась первая гонка Турист Трофи на острове Мэн. Или просто ТТ. Именно там начали схлестываться сперва британские, а потом вообще все европейские мотопроизводители. Но почему именно там, да? Очень просто. Специализированных гоночных треков тогда еще нигде не было. А вот ограничения скорости уже были. Поэтому великих гонщиков на материке награждали только штрафами. На острове Мэн тоже не было треков. Но не было и ограничений скорости. И вот смотри. К властям острова приходит представитель автоклуба Великобритании и Ирландии. И начинает с горящими глазами рассказывать что-то про спорт, гонки и скорость. И власти острова такие. Эти психи хотят самубиваться на наших дорогах за свои же деньги? Да это же просто восхитительно. На самом деле логично. Потому что до ТТ на острове Мэн было только одно шоу. Прорастание травы в Слоумо. Первой гоночной трассой стало 25-километровое кольцо по обычным городским и сельским дорогам. Гонщикам нужно было пройти 10 кругов, то есть в сумме 250 километров. Соревновались там не прототипы по цене Титаника, а обычные серийные мотоциклы, которые можно было купить в магазине. Поэтому победа в ТТ или хотя бы финиш доказывали, что ты не рекламный чмошник, а достойный гековерт, клепающий годные пепелацы. И клиентов у тебя моментально прибавлялось. На тот момент компания Зигфрида Бэтмен выпускала 1000 мотоциклов в год. И он решил выставить на ТТ сразу 4 гонщиков от своего завода. Джека Маршалла, Фрэнка Харберта, Стэнли Уэбба и Боба Дюка. А чтобы ты прочувствовал проблемы гонщиков, мне нужно рассказать тебе, как были устроены мотоциклы в 1907 году. Итак, у тебя была почти велосипедная рама без задней подвески, а иногда и без передней. Двигатель либо одноцилиндровый, либо двухцилиндровый воздушного охлаждения мощностью в одну твою бритвенную машинку. Дальше парашки ВОВ и кожаный клепанный ремень в качестве, прости господи, привода заднего колеса. Сцепление и коробка передач отсутствовали. Завести его можно было либо с толкача, либо вот так вот, педальками. Дополнялось все великолепие велосипедными тормозами, не рассчитанными под массу и скорость мотоциклов. Ну, это в том случае, если они вообще были. Джек Маршалл убрался на первом круге, но смог продолжить гонку и финишировать вторым. Фрэнк Харберт финишировал третьим. А Стэнли и Боб огребли всю палитру удовольствий от езды на таких мотоциклах по холмистой местности острова Мэн и сошли с гонки. Во-первых, после проезда луж ремень начинал проскальзывать. Во-вторых, наличие только одной передачи сильно осложняло подъемы на холмы, из-за чего двигатель испытывал дикие нагрузки и поблевывал кусками клапанов. После той гонки Морец заперся в чертежной со своими инженерами, и они придумали революционное устройство, благодаря которому их мотоцикл выиграл ТТ в следующем году. Это был дополнительный шкив для ремня. Да, вот так просто. На гонке 1908 года Джек Маршал останавливался перед холмом, переставлял ремень в тяговое положение и на расслабоне, не уничтожая мотор, заезжал на крутой холм. Наверху он снова спешивался, переставлял ремень в скоростное положение и такой «уи» разгонялся на спуске до немыслимых скоростей, созерцая открытые от удивления тартарески зрителей. Да, для каждого, скажем так, переключения передачи ему приходилось глушить мотор, останавливаться, вручную переставлять шкив, потом столько часа запускать мотоцикл. Но сама возможность смены передаточного соотношения прямо во время гонки была охренеть каким преимуществом. Сильно позже эту технологию дополнили прочным ремнем, компактными шкивами переменного диаметра и получился современный вариатор для мопедов. В 1910-м Морец и его инженеры применили при создании мотоцикла еще более революционную идею. Тут нужна помпезная музыка. Устройство освобождения двигателя. Сцепление по-современному. Оно было не многодисковым, как сейчас, а барабанным. А барабанным и управлялась ногой. А еще находилось не в двигателе, а в ступице заднего колеса. На самом деле оно появилось не внезапно. На промежуточной модели сперва была сделана фрикционная муфта на выходном валу двигателя. И райдер мог управлять ею вот таким воротом. А на хорлеях тех годов слева от бака был рычаг, который менял натяжение ремня и, соответственно, его проскальзывание. Все это и так позволяло заводить мотоцикл, стоя на месте и более-менее плавно трогаться. Главное же изменение было в другом. Сцепление позволило добавить в мотоцикл коробку передач. Кстати, первые коробки имели только две передачи. Скоростную и тяговую. И когда кто-то предлагал добавить третью, то его зафукивали. Типа, зачем так много? Им бы в то время форсаж посмотреть. Короче, к началу 1910-х мотоциклы Зигфрида и Морица были инновационными, надежными и побеждали в гонках. Завод наращивал производство и быстро расширялся, а партнеры всерьез задумались над тем, чтобы выйти со своими идеями еще и на авторынок. В итоге в 1912-м Зигфрид разбил копилку и купил большую часть компании Standard Motors, которая производила вот такие пепелации. Ее можно было доработать по месту напильником и превратить в очень перспективный автозавод. Казалось бы, что может пойти не так? Так вышло, что 28 июня 1914 года один студент застрелил одного мужика. Проблемка была только в том, что этим мужиком был эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник Австро-Венгерского престола. А студент с сербским националистом. Эффект получился, как от поджигания пороховой бочки. Куча стран вспомнили старые обиды, кто кому квашеной капусты не додал, кто кому в пиво плюнул. И в Европе заполыхала Первая мировая война. Но тут важно понимать, на Британию никто не нападал, претензий не выкатывал и биолаборатории свои нигде не размещал. Она просто такая, что-то Германия становится дохера сильной. Отпишу-ка я ее. Итак, 4 августа 1914 года британский король Георг V под предлогом защиты Бельгии объявляет войну Германии. Улицы британских городов обклеиваются плакатами, на которых написано, что усатый лорд Кичнер хочет тебя. И вообще, что пора возвращать долг к родине. Но нарисовалась проблемка. Очередной манчестерский джентльмен, выплывающий из паба в хмельной неге с бутылочкой Эля в руках и наблюдающий сьедейство, заявлял что-то типа... Во-первых, я натурал. Во-вторых, с хера ли это должен что-то отдавать? Я в долг у родины ничего не брал. Во-третьих, какое у меня личное дело до ваших государственных терак? И вообще, вы все там в парламенте не хотите лучки от мягких рисов оторвать и покопы отчалить? Или детей своих туда послать? Нет, странно, а почему? Короче, как и любой другой народ, англичане просто хотели, чтобы до них не доебывались. В том числе их собственное правительство. И на коим брать винтовку в руки и идти убивать немцев ради каких-то абстрактных геополитических выгод, они не понимали. И если бы вопрос вступления в войну решался всенародным голосованием, то Британия забила бы болт на разборки на континенте и осталась нейтральной. Но, как говорится, если бы демократическое голосование что-то меняло, его бы запретили. Это была ошибка, которую британское правительство срочно бросилось исправлять. Не так связывают любовь, дружба и уважение, как общая ненависть к чему-либо. А еще ненависть тесно переплетена с чувством справедливости. Благодаря чему мы умеем оправдывать любые совершенные нами поступки ради справедливости. Теперь это не акт бесчеловечного зверства, а священная месть за... А в принципе не важно за что. Только после начала войны Британия выяснила, что Германия, оказывается, имела министерство пропаганды, которое годами накачивало головы немецких граждан простыми идеями. Что все их проблемы из-за злых соседей. И они вмиг разрешатся, если пойти и надрать этим соседям жопу. А заодно сыр у них со стола спиздить и в чайный сервис насрать, ибо нехуй. В итоге Пиппл ненавидел кого нужно, стремился к нужным ценностям, а еще искренне считал, что это его собственное решение. Решение независимого и свободного человека. Британия решила, что ей такое тоже надо. Поэтому всего через месяц заработал так называемый Веллингтон Хаус. Для его работы были привлечены редакторы наиболее известных газет, а также популярные писатели. Такие как Артур Каннен Дойл, Герберт Уэллс и Рейдард Киплинг. Ага, авторы наших любимых книжек детства. Веллингтон Хаус был бюро военной пропаганды. Оно начало доступным языком и голосом популярных авторов вкладывать в головы англичан правильные мысли. О том, что война с Германией это священный долг каждого жителя Туманного Альбиона. И окно Вертона со скрипом начало свое движение. Пресса моментально вскипела описанием немецких зверств в Бельгии. А вокруг немецкого солдата журналисты начали рисовать образ кровожадного тупого животного, которое насилует и убивает все, что движется, а что не движется, оно двигает, насилует и убивает. Такие истории придумывались прямо в редакциях за утренней чашечкой кофе со свежими курасанами. Но этого было недостаточно. Когда начитавшийся газет новобранец записывался в армию и прибывал на фронт, то во вражеских окопах он видел не гоблинов и троллей, описанных пропагандой, а точно таких же новобранцев, у которых тоже есть любящие семьи, страхи и непонимание, ради чего вся эта война, и с которыми можно не перестреливаться, а просто договориться. Да, в 1914-м случилось знаменитое Рождественское перемирие. Это массовая серия неофициальных прекращений огня, которые произошли в конце декабря. Солдаты враждующих государств выходили из окопов, разговаривали, обменивались едой и сувенирами и гоняли футбольный мяч по перепаханной снарядами земли. А пока на траншеях горели рождественские фонарики, в столицах дымились пуканы пропагандистов. Быстро были изданы указы, запрещающие дружеское общение с противостоящими войсками. И что наказание за это будет как за госизмену, то есть смертная казнь. Ну а государственная цензура начала выжигать из прессы упоминания о Рождественском перемирии в положительном ключе. Но что здесь плохого, да? Ну а обменялись солдаты табаком и печеньками, и что? А то, что солдаты начинали видеть вместо обезличенных воровов обычных людей, таких же, как и они. Из глаз спадала пелена ярость. Еще хуже было то, что солдаты обменивались газетами. А ведь у пропаганды есть шанс только в том случае, если другие источники информации максимально подавлены. Окно в мир необходимо превратить в узкую амбразуру. Иначе примитивная черно-белая картина, обожаемая пропагандистами, просто не сложится. Для этих целей Британия еще в самом начале войны приняла закон о защите королевства. В нем была запрещена критика правительства, пацифистические статьи, выставление военных в невыгодном свете, любые материалы, которые могут негативно повлиять на мобилизацию, и все, что может не понравиться Его Величеству. Вот так, да. Запрещены были не только немецкие газеты. Под цензуру попала еще и пресса нейтральных стран. На всякий случай. Вдруг в США напишут что-то, что не понравится Его Величеству. Но стихийное рождественское перемирие показало, что всего этого было недостаточно, чтобы солдаты с бескомпромиссным ожесточением вцепились в глотку врагу. Нужно было что-то громкое, ужасающее и сенсационное. Затрагивающее англичан лично. Что-то, что сплотит нацию и привлечет в войну США в качестве союзника. Вот только ничего такого не происходило. Ну не топить же свой собственный пассажирский лайнер с двумя тысячами англичан и американцев на борту. Мы с тобой очень сильно отошли от темы мотоциклов, но потерпи. Это важный эпизод, который очень сильно повлиял на судьбу Зигфрида Бэтмена и его мотозавод. Есть такая штука, как правила крейсера. Чтобы на морских путях не начиналась вакханалия, люди еще в 17 веке договорились, как должен действовать вооруженный корабль при нападении на вражеское безоружное судно. Вкратце примерно так. Ты не можешь открывать огонь без предупреждения, а если решил все-таки его потопить, то должен принять меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. То есть либо погрузить всех к себе и отвезти в безопасный порт, либо посадить всех в шлюпки и убедиться, что они смогут самостоятельно добраться до безопасного места. Просто согнать всех на лодку посреди Атлантики и сунуть пол колбасы на всех... Нет, так было нельзя. За это тебе потом свои же таких колбас насуют. Разумеется, эти правила не действовали, когда один вооруженный корабль нападал на другой вооруженный корабль, потому что весь смысл войны тогда теряется и вообще неинтересно. К чему это все? Весной 1915 года Германия выяснила, что Британия занимается коммерческими пассажирскими перевозками на судах военного назначения. Но это все равно, что под видом автобусного тура продавать билеты в БТР, катающиеся по горячим точкам. Но БТР от автобуса визуально сильно отличается. Можно как бы что-то заподозрить во время посадки. А вот с судами немножечко сложнее. Британский вооруженный транспорт AMC от безоружного RMC мог вообще визуально не отличаться. Но для военных эта разница в одну букву была принципиальной. Потому что в первом случае правилам крейсера вроде как не нужно следовать, а во втором нужно. И вот потопит Германия какой-нибудь британский AMC. А там оказывается куча американских граждан на борту была. А это уже грозит вступлением в войну США на стороне Британии. И гарантированным поражением, чего Германии очень-очень не хотелось. Поэтому 22 апреля 1915 года в 50 американских газетах появилось объявление. Там посольство Германии напомнило американцам, что Германия и Британия находятся в состоянии войны. Поэтому садиться в британское судно и шароебиться на нем возле британских островов опасно для жизни. В одной из газет это объявление было опубликовано рядом с рекламой рейсов на RMC Лузитания. Что это за Лузитания, да? Это здоровенный океанический лайнер длиной под четверть километра, который мог перевозить по 3000 человек за раз. Несмотря на войну, он регулярно совершал рейсы между США и Британией. Через 9 дней после этих публикаций он, согласно расписанию, отправился из Нью-Йорка в Ливерпуль. А еще спустя неделю был без предупреждения потоплен немецкой подводной лодкой у побережья Ирландии. Погибло 1193 человека. Это были граждане Британии, США и Канады. Лузитания была мирным гражданским судном, а Германия совершила военное преступление, наплевав на правила крейсера, с которых мы начали. Это яркий пример, что некоторые события могут иметь исключительно черно-белый окрас. Добро и зло. Без полутонов. Или мы что-то упускаем. Начать можно с того, что в истории с Лузитанией огромное количество странностей. В этом рейсе она не имела стандартного сопровождения из эсминцев на опасном участке пути. Британское правительство больше месяца знало, что Германия расколола шифр, с помощью которого осуществлялась радиосвязь с судами, но не сообщила об этом Лузитании. Судно снизило скорость при прохождении наиболее опасного участка. Капитан корабля сменился ровно перед этим рейсом, потому что предыдущему перестали нравиться приказы Адмиралтейства. Еще дезинформация Британии, из-за чего на ее западном побережье, на пути следования Лузитании, усилилась деятельность немецких подводных лодок. Два взрыва после попадания всего одной торпеды, открытые не по протоколу иллюминаторы, и на выходе рекордно быстрое затопление такого огромного судна. Всего 18 минут. После давления правительства на свидетели потопления и подтасовка показаний. Все завершилось тем, что судья, расследовавший это происшествие, подал после него в отставку со словами, что это было грязное и проклятое дело. Да, эта черно-белая история начинает приобретать полутона. Хотя принципиально ведь ничего не поменялось. Экипаж подводной лодки совершил военное преступление, поскольку РМС Лузитания была мирным безоружным судном. Или мы опять что-то упускаем? Лузитания строилась по необычному проекту. Это был пассажирский лайнер с вот такими роскошными залами, помпезными лестницами, изысканными ресторанами, а еще с отсеками для боеприпасов и штатными местами для установки орудий. Зачем? А чтобы при необходимости этот лайнер можно было быстро превратить в вооруженный торговый крейсер. Коротко, тот самый AMC. Именно на таких условиях британское правительство субсидировало постройку и эксплуатацию Лузитании. После начала войны Адмиралтейство рассматривало его для реквизиции и включило в официальный список вооруженных торговых крейсеров. Вооружение на него так и не поставили, но за каждый рейс из Нью-Йорка в Ливерпуль Лузитания перевозила сотни тонн военных грузов. А в списках AMC Лузитания состояла вплоть до своего потопления. И при этом она продолжала заниматься коммерческими пассажирскими перевозками, хотя правила крейсера на нее больше не распространялись. Вообще в те дни на фронте каждый день гибли тысячи солдат. Поэтому у англичан было предостаточно поводов ненавидеть немцев. И всерьез обсуждать конспирологическую теорию, что Британия взяла и подставила огромные суммы с двумя тысячами человек на борту, это просто глупо. А потом мне на глаза попалась строчка из одного письма. Важнее всего привлечь нейтральное судоходство к нашим берегам в надежде особенно поссорить США с Германией. Чем опасны для нейтрального судоходства берега Британии в период морской войны с Германией? Объяснять, надеюсь, не нужно. Особенно при том, что половина британского флота ходила тогда под ложным флагом, маскируясь под те самые нейтральные суда. Интереснее то, что написано это письмо было за неделю до затопления Лузитании. И написал его Уинстон Черчилль, адресовав президенту торговой палаты. Кем был Черчилль в то время? Всего лишь первым лордом адмиралтейства. Политическим главой британского флота. Помнишь аналогию с билетами на БТР? Парень с гранатометом в кустах не будет вникать, есть там у тебя пулемет или нет. И вот кто больше виноват? Парень с гранатометом, который тебя залутал? Или другой парень, который умышленно продал тебе такой билет под видом обычного автобусного тура? А ответ оказался очень простым. Виноваты были... Этнические немцы, жившие в то время в Англии. Как это? Да? Дело в том, что британская цензура каленым железом выжгла из этой истории все неприглядные моменты. Вроде принадлежности Лузитании к вооруженным торговым крейсерам. А также про сотни тонн военных грузов в трюме. А еще позаботилась о том, чтобы критика США на тему того, что Британия использует гражданские лица в качестве живого щита, не дошла до ушей обычных британцев. Пользуясь преимуществами информационной изоляции, английская пресса начала смаковать трагедию, не ограничивая себя в фантазии по дорисовыванию красок. А образ среднестатистического немца был окончательно расчеловечен журналистами. Но у такой пропаганды есть недостаток. Расчеловечивание оппонента приводит к его полной дискредитации. И тогда становится неважным его мнение, потребности, его здоровье и жизнь. А потом в глазах жертвы пропаганды становится оправдана любая жестокость, пытки и убийства врага. И перестает ощущаться принципиальная разница между немцем, пустившим торпеду Лузитании, и этническим немцем, живущим в Британии. Который, может, даже в Германии ни разу не был. Но разница между ними есть. Испортить жизнь второму гораздо проще. Вернемся к Зигфриду Бэтмену. Несмотря на свое немецкое происхождение, к началу войны он был больше британцем, чем подавляющая масса коренных британцев. Он великолепно владел английским. Именно английским, а не шотландско-ирландским суражиком или кокни, на котором города изъяснялась половина страны. Он получил гражданство, женился на англичанке Энни Мэрик и воспитывал своих детей в английских традициях. Наблюдая за быстрым ростом завода и увеличением рабочих мест, публика в Ковентри по достоинству оценила его управленческие качества и захотела, чтобы такой человек принимал более активное участие в жизни города. В итоге Зигфрид успел побывать советником, мировым судьей, организовать торговую палату Ковентри. А в итоге в 1913 он был избран мэром города, став первым небританцем, занявшим такую должность. Но перед самым началом Первой мировой он был переизбран на второй срок. Первое прикосновение войны англичане ощутили в барах. Там ограничили продажу крепкого алкоголя. Впервые протрезвевшие с подросткового возраста граждане больше не могли выплескивать агрессию в пьяных потасовках друг с другом. И пополнили ряды наиболее рьяных политических активистов. И многим из них сильно припекло от того, что пост мэра Ковентри, оказывается, занимает какая-то поганая немчура, которая, если верить газетам, жрет котят и не моет жопу. А газеты, они ведь это, врать не будут. Настойчивость, энергичность, коммуникабельность, инициативность – это отрицательные качества. Если человек тупой и промытый, спиртом или пропагандой – неважно. В итоге, под давлением небольшого, но очень громкого количества активистов, Зигфриду пришлось покинуть пост мэра, и он сконцентрировал все усилия на производстве мотоциклов и автомобилей. Но и там было не все гладко. Помнишь, я рассказывал о том, что в 1912-м он купил долю компании «Стандарт Моторс», которая клепала автомобили? Так вот, местный совет директоров начал очень сильно переживать, что когда в Зигфридо полетит говно, то брызги попадут и на их роскошные костюмы. Поэтому, нажав на юридические рычаги, они оперативно выставили его из компании. Зигфрид и сам понимал, что, будучи публичным лицом компании, он автоматически ставит ее под удар пропагандистского говномета, а самих работников под удар свор радикальных националистов с примитивной логикой. Типа «Да ты еще хуже, чем Немчура! Ты работаешь на Немчуру!» Кстати, про национализм. В этой идеологии нет ничего плохого. Да, когда она умеренная. В этом же фильме я говорю о радикальных проявлениях национализма, для которых есть отдельный термин. Шовинизм. Это когда человека ненавидят просто за то, что у него иная национальность или иные взгляды. Закрепили. Теперь вернемся к Зигфриду. Чтобы защитить свой основной завод по производству мотоциклов, он ушел с поста управляющего директора, а Морец ушел с поста технического директора. Взамен на эти должности они назначили фиктивных директоров-англичан. Таким образом, Зигфрид прекратил абсолютно всю публичную деятельность и занимался только внутренними делами завода. Этого оказалось достаточно. Немцев и австро-венгров в Британии было около 70 тысяч. Так что активистам-шовинистам было чем заняться. Во всяком случае, до 7 мая 1915 года. До дня, когда была потоплена Лузитания. После того, как в британских газетах появились сообщения о гибели Лузитании, в Англии началась неделя беспорядков. Пипл бесновался и требовал посадить каждого фрица на кол, а в немецких магазинах не осталось ни одного целого стекла. И ни одного товара на полках, разумеется. Вообще, разгневанная толпа не сильно вникала, чьи именно магазины и дома она там разносит. Главное, сам процесс. Поэтому прилетала даже иностранцам из союзных государств. По этой причине на фасадах можно было встретить подобные надписи от владельцев. Типа, мы не немцы, не надо тут ничего ломать. Насколько же все может меняться? За немецкую речь или немецкий акцент на улице могли убить. Прокатилась волна избиений этнических немцев, а также грабежей и поджогов их домов. В итоге немецкие зверства, в большинстве своем придуманной журналистами, превратились во вполне реальные. Ну, уже британские зверства. Самое интересное, что Пиппел не видел в этом ничего плохого. Ведь пропаганда уверяла, что не может быть никаких компромиссов с расой дикарей. Это, кстати, прямая цитата из газет за то время. Радикальные националистические группировки начали плодиться словно хомячки. И как знамя они несли лозунг. Однажды немец, всегда немец. В итоге, в мае 1915-го, британское правительство столкнулось с неприятной ситуацией. Начатое имя пропаганда была децентрализована и начала выходить из-под контроля. Потому что, когда Пиппел ненавидит немцев и записывается в армию, это хорошо. Но когда вместо этого он идет разносить и грабить магазины на улицах, это уже плохо. Потому что вредит экономике. В итоге было развернуто массовое интернирование. Около 60 тысяч граждан Германии и Австро-Венгрии были арестованы и переселены в специальные охраняемые лагеря. В первую очередь ради их же безопасности, как ни странно. Потому что дичь, которую творили британские шовинисты с этническими немцами, несмотря на все усилия цензуры, все равно просачивалась в иностранную прессу. А это могло создать Британии очень невыгодный имидж. Теперь, чтобы доколебаться до какого-нибудь немца, уже нужно было записаться в армию и ехать на фронт во Францию. Вот только поток добровольцев почему-то не увеличился. Своим крохотным, тупым мозгом шовинисты понимали, что немецкий торговец, живущий в Лондоне, это одно. Можно безнаказанно бить стекла в его магазине, а потом рисовать на него карикатуры. А вот немецкий солдат со штыком и винтовкой, это уже совсем другое. Можно и огрести. Поэтому они направили весь свой патриотизм и героизм на борьбу с немецкими названиями. Да. Так немецкая овчарка стала алзасской овчаркой, немецкое печенье имперским печеньем и так далее. Ну и естественно переименование улиц. Как же без этого? Кстати, американские шовинисты двумя годами позже ударились в эту тему гораздо сильнее. А по пути они еще ударились головой. Потому что более всратого ренейминга я еще не встречал. Например, квашеная капуста стала свободной капустой, такса свободной собакой, гамбургеры свободными бутербродами и так далее. Британская пропаганда в Первую мировую была децентрализована до 1917 года. И это было огромным минусом. Каждое издание гавкало, как хотело и на что хотело. Поэтому вакханалия с переименованиями набрала такой масштаб, что начались наезды даже на английскую королевскую семью. Дело в том, что правящий дом в то время носил название Саксонкоборг и Гота и имел немецкое происхождение. А сам английский король Георг V был двоюродным братом немецкому императору Вильгельму II, с которым в тот момент и воевал. Да, хорошая семейная разборка с 10 миллионами погибших. Феодалы средневековья аплодируют стоя. Чтобы хоть как-то утихомирить истерику националистов, Георгу V пришлось отказаться от всех немецких титулов, разорвать связи с немецкой роднёй, а название самого дома сменить на Виндзор. Кстати, именно после этих событий было принято решение о создании Министерства информации, которое возьмёт под контроль всю пропаганду и будет откручивать яички слишком ретивым активистам, инициатива которых увела их не в ту сторону. Например, немецкие фабрики трупов. На них тела погибших немецких солдат перерабатывались в нитроглицерин и различные смазочные материалы. Британские художники начали рисовать вот такие листовки для немецких солдат. Типа, не забывайте, что ваш кайзер найдёт вам пользу, живому или мёртвому. Такие фабрики были секретными и располагались в разных частях Германии, но объединяло их одно. Они существовали только в воспалённом воображении английских журналистов и являлись самым ярким фейком времён Первой мировой, который после войны очень сильно ударил по доверию к любым заявлениям англичан. Вот подобные высеры активистов британское министерство информации как раз и не одобряло. Тем не менее, они временно оказывали положительный эффект. Ведь любая война – это очень дорого. И вся эта финансовая нагрузка положилась, разумеется, не на правящий класс, а на обычных работяг. Цены выросли в три раза, зарплаты упали, налоги поднялись с 6% до 30%, процент по кредитам вырос до 80%. Да, тебе не послушалось. Многие предприятия, не связанные с военной отраслью, вообще закрылись, и огромное количество людей потеряло работу. Единственным способом прокормить семьи – это было пойти служить в армию. Но зато англичане такие «Да, у нас тут, конечно, тяжело, но в Германии вообще пиздец. Там с людей смазку делают, намазывают её на члены, ебут друг друга в жопу». Зигфриду Бэтмену было больно видеть, как тысячи талантливых людей оказываются перед выбором. Либо умереть от голода в родной стране, либо умереть во Фландрии от немецкой пули по геополитическим причинам, которые они не понимали. Поэтому ещё в самом начале войны он создал фонд имени своей жены, Энни Бэтмен, чтобы помочь молодым мужчинам и женщинам, которые хотят основать свой бизнес. В будущем приоритет он решил отдать бывшим военным, которые служили во время Первой мировой войны. Также он отвёл всю территорию своего дома и участков аббатствия Уитле для проживания бельгийских беженцев. И выделял большие суммы британскому обществу Красного Креста. В тот момент оно занималось обеспечением ухода за ранеными солдатами и следило за гуманным отношением к военнопленным. По современным меркам это прозвучит дико, но Зигфрид просто делал то, что умел и должен был делать. Без визга и пиары. И по сути обо всём этом знало очень небольшое количество людей. А так вышло, что никто не следит за тобой так пристально, как люди, которым ты не нравишься. Британские шовинисты всё это, разумеется, вывернули наизнанку. И такие. А, пытаешься показаться этаким добреньким меценатом немчура поганая. Мы-то помним, что ты вместе с нами не скакал и не кричал, что Вильгельм Второй хуйло. А значит ты вражина против нас и жена твоя немецкая подстилка. А ещё ты коллаборант, шпион, корректировщик и точно спонсируешь немецкую армию. Какие у нас доказательства столь громких заявлений? Да как ты смеешь требовать у нас доказательств, свинья германская? Мы же патриоты. Мы из мамки выпрыгнули самыми умными и правыми. А куда пропал морец Шульта, да? На самом деле никуда. Просто он не был публичной персоной, поэтому в него летело несравнимо меньше фекальных масс. Соответственно осталось мало сведений о его жизни во время войны. Но он тоже не избежал участи немцев в Британии. После гибели Лузитании английское общество вышло на пик своей ненависти ко всему немецкому. Поэтому Зигфрид и Морец лишились почти всех своих друзей. Некоторые отвернулись от них по идеологическим причинам, а большинство просто из страха, что их будут травить за дружбу с немцами. Добавим к этому массовое выдавливание этнических немцев из любого бизнеса, жесткий экономический кризис и почти полное падение спроса на мотоциклы со стороны населения. Несложно понять, что в таких условиях у их мотозавода было очень мало шансов на выживание. И он закрылся. Бы. Если бы не один человек. Этого человека звали Клод Холдбрук. Он был капитаном в военном министерстве и занимался закупкой мотоциклов. Через две недели после начала войны он позвонил Бэтмену. И попросил поставить армии пробную партию из 50 мотоциклов. Их нужно было привезти в армейский лагерь на юге Англии в течение 48 часов. Это был вечер субботы. Зигфрид выдернул из дома уставшего морица. Они вызвали на фабрику всех доступных мастеров и работали без перерыва до ночи следующего дня, потому что около 30 мотоциклов нужно было еще собрать. Они успели вовремя. Военным мотоциклы понравились, поэтому Клод Холдбрук обеспечил заводу Бэтмена стабильные контракты на поставку мотоциклов армии. Я когда впервые об этом узнал, то такой... Что? Немцам же в Британии не доверяли и устраивали травлю. А каждая вторая газета писала, что эта нация дикарей жрет котят и не моет жопу. И тут вдруг поставщик для армии с огромными контрактами. Это как вообще? А вот так. Дело в том, что все просто и черно-бело, только у дураков и пропагандистов. Объективная реальность всегда имеет огромное количество цветов и оттенков. И Клод Холдбрук все эти оттенки видел очень хорошо. Во-первых, он был штабным офицером, вхожим в очень высокие круги. Во-вторых, его отец был управляющим директором крупной газеты и типографии, поэтому он хорошо понимал, как и зачем работает пропаганда. Верхушка военного министерства это, разумеется, тоже знала и относилась к ней просто как к оружию. Не направляй на себя и следи, чтобы оно случайно не оторвало тебе руки. Поэтому их ничуть не смущало, что Зигфрид Бэтмен и Моррис Шульта немцы. Главное, что поставляют отменные мотоциклы для армии. И моют жоп. По сути, они были их руками. Одними из. И военному министерству не хотелось, чтобы их случайно оторвало. Это хорошо показывает один случай. В 1917-м экономический кризис подошел к своему пику. И по заводам страны начала распространяться волна забастовок. Рабочие требовали увеличения зарплаты, сокращения рабочего дня. И вообще, мы тут с пацанами профсоюз организовали, так что извольте пасть перед ним ниц, господа капиталисты. Вроде вполне адекватные требования, да? Но тут был небольшой нюанс. Практически единственным покупателем мотоциклов во время войны было военное ведомство. И военным нравилось работать с фабрикой Бэтмена не потому, что он имел роскошные усы и классную коллекцию марок. А потому, что мотоциклы были качественными, поставлялись вовремя и недорого. Укорачивание рабочего дня и повышение зарплат замедлили бы и удорожили выполнение контрактов. В этом случае фабрика Зигфрида закрылась бы, а все бастующие получили винтовки и ровным строем отправились в окопы. Поэтому Бэтмен приложил все усилия, чтобы оставить фабрику открытой и отказался выполнять требования профсоюза. У рабочих от этого взорвался пердак, в итоге к нему завалилась целая делегация активистов и заперло его в кабинете. На его отказ уступить они ответили угрозами расправы и напоминанием, что он немец и находится сейчас в очень уязвимом положении. Типа, если сейчас мы проломим тебе голову коленвалом, то нам за это ничего не будет. А учитывая накал страстей в обществе, это была вполне реальная перспектива. Но через несколько дней забастовка резко закончилась, и эта же делегация пришла к Зигфриду с извинениями за свое поведение. А знаешь, что случилось между двумя этими событиями? Клод Холдбрук узнал о происходящем на заводе. В истории не сохранилась информации о том, кто именно и как беседовал с той делегацией активистов. Но, видимо, гражданам очень доступно объяснили, что если они не хотят сегодня же отправиться во Францию на увлекательную ловлю лицом немецких пуль, то для них сейчас самое время встать на колени и начать лизать все, что хоть отдаленно напоминает задницу Зигфрида. За время Первой мировой войны фабрика Бэтмена поставила около 30 тысяч мотоциклов для армии. Это была вот такая модель H, которую потом назвали первым современным мотоциклом марки. Современным потому, что у него уже было сцепление слева на руле, была трехступенчатая кромка передач и не было педалей. Да, на мотоциклах начала 1910-х педали были одним из главных атрибутов. И вот смотри, как выглядела езда на этом современном мотоцикле. Катишься ты, классно тебе, но ручки газа у тебя нет. Вместо нее вот такой рычажок на руле. Опережение зажигания и регулировка бедная богатая смесь тоже рычажками на руле. Все ручную. Вот этот здоровенный ручной рычаг внизу для переключения передач. Передний тормоз об одной, как на велосипедах, задний ленточный. Так что при максималке в 80 км в час остановочный путь нужно было считать по календарю. Дальше, рядом с баком у тебя был маслобак. И каждые 5 км приходилось ручным насосом закачивать новую порцию моторного масла в двигатель, чтобы он не сгорел к херам. Потому что предыдущая порция уже вылетела в трубу из-за примитивных поршневых колец. Да, запаса масла в квартире у тех мотоциклов не было. И такая система с маской называлась прямоточная или напрыгая. Если же ты едешь ночью, то следи вдобавок, чтобы в ацетиленовой фаре было достаточно кармида и воды. Иначе фитиль погаснет. Кстати, задний габарит на мотоциклах тех годов тоже являлся маленькой горелкой, от которой можно было прикуривать, например. К нему шла отдельная газовая трубочка от ацетиленового генератора, который обычно ставился либо над рулевой колонкой, либо возле седла. А и лужи объезжай, потому что тогда на подъемах кожаный приводной ремень будет проскальзывать. Короче, пятью руками управляйте мотоциклом, а шестое утирает слезы радости. Военные контракты позволили Зигфриду расширять производство. Например, если в начале 1914 его фабрика могла производить 50 мотоциклов в неделю, то в 1917 уже 100, а в конце войны все 150. Неплохой рост в три раза за четыре года. Когда в 1918 война закончилась, завод оказался в очень удачном положении. Вот смотри. Он смог сохранить и приумножить штат квалифицированных рабочих. Конкуренция на рынке сократилась. А вот спрос на мотоциклы очень быстро превзошел довоенный уровень. Ведь, во-первых, после войны население очень нуждалось в недорогом современном транспортном средстве. А средний мотоцикл тогда был раза в четыре дешевле среднего автомобиля. Во-вторых, бывшие военные с удовольствием покупали себе модель H, к которой привыкли во время службы. Зигфрид Бэтмен был отличным предпринимателем. Но так вышло, что угрозу, подкравшуюся со спины ко всему британскому мотопрому, первым заметил не он, а его партнер-инженер Моррис Шульта. Сейчас будет немного цифр. Мне придется сравнивать фунты стерлингов и доллары на момент 1919 года. Поэтому, чтобы ты не запутался в конвертациях-инфляциях, я пересчитаю все в доллары на современный курс. Вот смотри, в Англии в 1919 новый хороший мотоцикл можно было купить в среднем за 7000 долларов. А машина стоила около 25. Таких денег у людей после войны не было, поэтому спрос на мотоциклы уверенно рос. Плюс начали появляться более дешевые модели и так далее. И в чем проблема, да? Делайте бюджетные мотоциклы и все у вас будет хорошо. Ведь на стратегии дешевого дрожь-полета после обеих мировых войн выехал вообще весь мотопром Италии. Да, выехал. Но тут есть нюанс. Климат Италии, он как бы немножечко отличается от климата Туманного Альбиона. Всего полчаса езды по дождю в плюс 5, и английские мотоциклисты начинали мечтать об автомобиле по цене мотоцикла. И тут оказалось, что мечты могут сбываться. Пока европейские граждане увлеченно занимались взаимовыпиливанием, в США произошла революция. Революция автомобилестроения. Генри Форд наладил конвейерное производство модели Т. Максимально дешевого дрожь-полета, ориентированного на широкие массы. Благодаря новому принципу сборки, эта машина стоила всего чуть дороже, чем набор деталей, из которых она состояла. Например, в 1919-м в Штатах новый Форд Модел Т продавался за 6,5 тысячи долларов на современные деньги. Да, дешевле, чем средний мотоцикл в Англии. Вот, что увидел Морец Шульте. Он понял, что через несколько лет наладится логистика, и дороги Англии наводнят дешевые автомобили. А спрос на мотоциклы начнет быстро падать. Поэтому нужно было уже сейчас бросать абсолютно все силы на выпуск автомобилей. Даже ценой прекращения выпуска двухколесной техники. Иначе завод просто не выживет. Но эта идея была в штыки воспринята Бэтменом. Он не хотел так резко менять курс и прекращать выпуск мотоциклов. В итоге они сильно поругались. И после 30 лет дружбы и совместной работы Морец ушел из компании. Несмотря на ссору, Зигфрид очень уважал бывшего партнера и его вклад. Поэтому выплатил ему около 1 миллиона долларов на современные деньги в качестве выходного пособия. После этого Бэтмен начал искать нового технического директора. И оказалось, что Клод Холбрук, который обеспечил процветание его заводу в период войны, только что уволился из военного министерства. Выслушав предложение Зигфрида, Клод согласился работать вместе. И такой, ну вообще-то Морец был прав. Так и получилось. На 1920-й пришелся пик продаж мотоциклов. После чего спрос начал снижаться и компании пришлось наладить параллельный выпуск автомобилей. К 1927 году она уже выпускала тысячи единиц различной техники в неделю и стала не просто крупным заводом, а одним из ведущих английских автомотопроизводителей. Его знали во всем мире, а продукция экспортировалась в десятки стран. Он существует до сих пор. И ты его знаешь. Потому что это триумф. Это название Зигфрид выбрал еще в 1889, когда понял, что изначально Бэтмен и Ко не очень благозвучны для уха англичан. Да, главный производитель английских мотоциклов был основан двумя немцами. Из велосипедной мастерской триумф превратился в огромный мотозавод, выпускающий 30 тысяч мотоциклов и автомобилей в год. Несмотря на кризис, несмотря на войну, несмотря на жесточайшие антинемецкие настроения в обществе, которые после 1918-го хоть и начали утихать, но не исчезли окончательно. Тут можно перефразировать закон Даннинга-Крюгера. Человек, напичканный пропагандой, не способен осознать, что он напичкан пропагандой. Потому что он напичкан пропагандой. Так говорю, будто меня это не касается. К тому же идеи, однажды подселенные к нам в голову, могут жить там очень долго и даже стать для нас заменителями объективной реальности. По этой причине британское общество продолжало травлю этнических немцев на протяжении последующих 15 лет. Просто по инерции. Несмотря на все, что Бэтмен сделал для Британии, вплоть до своего ухода из компании в 1934 году, он встречал косые взгляды, ругательства, брошенные в спину и уколы в прессе. А отдельная категория лишних ромосомных граждан не стеснялась устраивать нападки даже на его жену и детей, которых с Германией вообще ничего не связывало. Британская пропаганда времен Первой мировой со временем стала образцовой. Даже Гитлер признавался, что при разработке пропаганды Третьего рейха он брал пример с Британией. Она позволила сплотить нацию, выстроить правильный имидж, привлечь США в войну в качестве союзника и в конечном итоге победить сравнительно малой кровью. Да, это сломало судьбы десятков тысяч семей этнических немцев, которые не имели никакого отношения к действиям Германии. Но если брать общие цифры, статистику, может быть это не такая уж и большая цена? Может пропаганда в масштабах геополитики, геоэкономики это правильно и хорошо? Создать вокруг своего населения непроницаемый информационный пузырь, в котором твоя страна самая правая и свободная, правители самые мудрые и справедливые, а люди самые добрые и умные. И когда в такую сказку поверит население всей страны, она ведь вполне может стать реальностью. Если у тебя в голове сейчас именно такие мысли, то я расскажу тебе последнюю небольшую историю. Потому что пока пресса воюющих государств радостно докладывала своим гражданам, что армия противника перемолота в пыль пять раз подряд, ценой потери всего лишь шапки и аппетита, у человечества появилась проблема. Есть такая штука со скучным названием, называется сглаживание кривой. Вот так выглядит. Эта кривулька является главной стратегией человечества по подавлению эпидемий и пандемий. А теперь смотри. Если не принимать никаких мер, то число зараженных быстро увеличивается почти до максимума популяции. Кто-то прочихался и приобрел иммунитет, а кто-то умер. В любом случае, дальше количество зараженных также быстро идет вниз. И проблема здесь, вот в этой прямой линии. Она показывает возможности здравоохранения. То есть, какому количеству людей одновременно можно оказывать помощь. Ты уже понял, в чем проблема. Вот в этом куске. Здесь оказывается огромное количество зараженных, которые не дождутся вообще никакой помощи. Потому что больницы тупо переполнены. Да, в период пандемии нужно расширять возможности здравоохранения, чтобы эта прямая линия шла вверх как можно круче. Но угнаться за стандартной скоростью распространения какого-нибудь летучего вируса просто невозможно. Поэтому такую кривую пытаются растянуть и загнать под линию возможностей здравоохранения. Как? Мы уже прошли это с коронавирусом. Карантин, социальная дистанция, изоляция, масочный режим. Все просто. Да, что там, что там, заражены будут все. В теории. Но в случае сглаженной кривой у тебя хотя бы будет возможность обратиться в больницу и получить хоть какую-то помощь. А у ученых появится бесценное время на разработку и тестирование вакцин. Но все эти усилия бессмысленны. Если проебать начало пандемии. Особо холодной весной 1918-го, в разгар сражений Первой мировой войны, по Европе начал гулять грипп. Главным источником распространения стали военные и медицинские лагеря. Раны, болезни, холод, антисанитария и огромное количество людей в одном месте. Эпидемия распространялась с рекордной скоростью и врачи забили тревогу, потому что это был необычный грипп. У него была особенность. Он вызывал цитокиновый шторм. Это когда тебя начинает кошмарить твоя же собственная иммунная система. У медиков сейчас подгорело от такого объяснения, но нам для простоты сойдет. Плюс население воюющих стран, а тем более солдаты, были истощены недоеданием и стрессом. Поэтому у этого гриппа была нетипично высокая летальность среди молодых людей. А пик смертности пришелся на 30-летних. Для сравнения, это зависимость смертности от возраста. Красные линии – это грипп 1918-го года. Осенний – наш ужасный коронавирус. Причем эта статистика только по США. В остальном мире ситуация с тем гриппом была намного хуже. Кто-то может сказать. Слышь, кепка в подтяжках, ты не сравнивай Первую мировую, которая забрала 10 миллионов человеческих жизней за 4 года, и какую-то всратую сезонную болячку. Они просто несопоставимы по жертвам. Это правда, несопоставимо. Потому что эта сезонная болячка убила в среднем 50 миллионов человек. За 2 года. Насчет количества жертв спорят до сих пор, потому что их очень сложно посчитать. Принимается, что это от 17 до 100 миллионов человек. Почему так много? Ну, во-первых, война, цитокиновый шторм и вот это вот все. А во-вторых, сгладить кривую уже было невозможно, потому что начало пандемии было безнадежно проебано. Но почему? Дело в том, что вся пресса воюющих стран была слишком занята обсиранием идеологических оппонентов и придумыванием триумфальных сводок с фронтов. Когда врачи в военных лагерях и госпиталях впервые забили тревогу, то все воюющие государства просто запретили любые упоминания о пандемии на своей территории. Типа, чтобы не разводить панику и не снижать боевой дух армии. Политические элиты все знали, но не сочли нужным сообщить об этом гражданам. И в первые, самые важные месяцы не делалось вообще ничего. Не имея препятствий, грипп быстро охватил воюющую Европу и добрался до нейтральной Испании. Там в пропаганду не упарывались и цензуры на эту тему не было. Поэтому их местные газеты сразу же запистолели сообщениями о новом гриппе с нетипично высокой летальностью. И начались попытки его остановить. Масочки, карантин, все как надо. Вот на это пресса воюющих стран уже отреагировала. А пока у нас все хорошо, в Испании началась эпидемия смертельного гриппа. И с подачи журналистов грипп стал испанским. Всей этой историей Зигфрид Бэтмен, Первая мировая, испанский грипп, я хотел обратить твое внимание на стоимость пропаганды и ее последствия. Как для отдельных людей, так и для всего человечества. Когда вокруг тебя надувают непроницаемый информационный пузырь и заменяют им объективную реальность, это плохо. Ведь можно начать видеть нацистов там, где их нет. Считать все население другой страны грязножопами, кровожадными дикарями. Одобрять войну, прикрываясь безобидным термином операции. Делить нации на плохие и хорошие. И не видеть за всем этим более серьезных проблем, которые всегда были, есть и будут. Еще хуже, когда в эпоху безграничного гуглинга, ВПН и социальных связей по всему миру этот непроницаемый информационный пузырь вокруг нас надуваем мы сами. Добровольно. Задавай себе вопрос. Почему ты видишь ту или иную информацию? Кому это выгодно? Проверяй факты. Подвергай любой догмат сомнению. Больше читай. И не верь всему, что говорят. Даже мне. Тем более мне. Откуда тебе знать, это мой искренний рассказ? Или чужой текст, прочитанный с чувством, с выражением? С пистолетом у виска.